Друзья, привет! Очень многих интересует вопрос, когда же все-таки нас разблокируют? Когда же можно будет наконец-то торговать всеми теми зарубежными активами, которые у нас заблокированы ввиду санкций против НРД? Ну что ж, ответ становится все более ясным. В частности, 12 октября прошел клуб защиты прав инвесторов, и там обсудили буквально следующее. Ну, во-первых, Национальный расчетный депозитарий сказал, что, друзья, я направил в Министерство финансов Бельгии и Люксембурга запросы на получение генеральных лицензий для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов. И почему Бельгия и Люксембург? Потому что Евроклир — это Бельгия, а Клирстрим — это Люксембург. Ну, собственно, ждем. Также стало известно, что участники клуба, а это брокеры управляющей компании, договорились, что если, условно, до конца октября, будем считать, до 1 ноября, ответа со стороны европейских финансовых регуляторов не будет на запрос НРД, то тогда они сами уже будут готовить запросы на получение индивидуальных лицензий на разблокировку ценных бумаг несанкционных инвесторов. Потому что Еврокомиссия от 6 октября 2022 года сказала, что это будет возможно. В сухом остатке. Сейчас НРД подал заявление на лицензию на разблокировку активов. Естественно, тех, кто не под санкциями. Если до 1 ноября никакого ответа не будет ни от Минфина Бельгии, ни от Минфина Люксембурга, то тогда российские брокеры управляющей компании сами от своего уже имени будут подавать индивидуальные лицензии на разблокировку. И здесь не будет разницы, находится брокер под санкциями или не находится, все будут подавать. В частности, могу сказать, что Тинькофф Инвестиции уже в своем телеграм-канале поделились новостью, что вообще-то они будут делать что? Они, собственно, не будут ждать результатов НРД. Они в любом случае отправят собственный запрос. Вот таким вот образом они поступят. И, соответственно, когда это будет сделано, они тоже это написали в своем телеграм-канале, что это будет сделано в течение нескольких недель. Это еще раз их телега так говорит. Если все будет хорошо, то даже если, например, представим, НРД никто не ответил, сказали нельзя, а Тинькофф подает документы ему, регуляторы Бельгии говорят «да, окей», то клиенты Тинькофф тогда получают разблокировку своих активов, в частности и дивиденды, и купоны, и выплаты при погашении облигаций. Все это благополучно размораживается, и все становится очень даже хорошо. То есть, если НРД получает ответ «да», тогда всем сразу сказали «да». Если НРД сказали «нет», тогда все брокеры, каждый за себя будет подавать индивидуальный запрос на лицензии, и каждый уже своих собственных клиентов будет размораживать. Платно ли это? Ну, если ориентироваться на Тинькоффа, то эта процедура для клиентов бесплатная, а это все затраты брокер берет на себя. Я думаю, что так же будут поступать и остальные брокеры. А в части вероятности получения такой лицензии? Ну, здесь, конечно, никто точно сказать не может, но, скорее всего, если брокер не под санкциями, как, например, Тинькофф, скорее всего, вероятность высокая, так говорят и сами представители Тинькоффа. Они говорят, мы считаем, что вероятность высокая. Ну, и в отношении, например, ситуации, если вы находитесь в брокере под санкциями, можно ли эти активы перевести в брокеры не под санкциями, чтобы повысить вероятность разблокировки, если НРД скажут «нет», то ответ «да», но даже в этом случае, например, из Тинькоффа вам пишут следующее, что перевести-то заблокированные активы в Тинькофф вы можете, но гарантировать получение лицензии на разблокировку таких активов мы не можем. То есть гарантии, что вам разблокируют активы, которые вот-вот перешли из-под санкционного брокера, вы нету. Но посмотрим, конечно, никто вам не говорит, что однозначно вам не будет никаких шансов это получить. Соответственно, когда уже можно будет каких-то результатов ждать? Ну, все операции должны быть завершены до 7 января, поэтому если мы исходим из этих, собственно, планов, то тогда до 7 января нас всех должны разблокировать, если получается, извините за тавтологию, получить лицензию. Идем дальше. Естественно, возникает вопрос, а если вот НРД разблокируется, то и фонды Финекс автоматически, соответственно, получится выкупить, или там с ними все будет хорошо. В отношении фонда Финекс пока на сегодня информация следующая. Без относительно разблокировки НРД по состоянию на сегодняшний момент, когда НРД все еще заблокирован, я думаю, что вы помните, у меня был ролик, что Финексы хотят выкупить свои собственные фонды. И даже они подавали запрос в Министерство финансов Бельгии для того, чтобы мы эту сделку разрешили. Ну так вот, мало того, чтобы Минфин Бельгий сказал Финексу «да», нужно еще и, чтобы ЦБ на эту сделку сказал «да». А вот с этим, возможно, будут вопросы, потому что на уральской конференции Науфор стало известно, что думает по поводу этой операции ЦБ. В частности, директор Департамента инвесторов и финансовых посредников Ольга Шишляникова сказала, что при выкупе заблокированных активов ETF провайдерам Финекс денежные средства уйдут за рубеж, и инвесторы не смогут их получить. И вот дают ее цитату. «Мы смотрели на эти решения, но, к сожалению, те варианты, которые они, ну имеется в виду Финекс, предлагают, не дают гарантии того, что, проведя эти операции, которые просят этой компании, полученные активы будут распределены среди российских инвесторов. Если предложен будет какой-то иной вариант, мы будем готовы его рассмотреть». То есть по состоянию на сегодня, на сейчас, пока НРД еще заблокирован, Финекс не может по той схеме, которую они предлагали, и которую они думали, выкупить паи своих фондов, потому что, судя по реакции представителей Центрального банка Российской Федерации, ЦБ эту схему не одобряет. И они не хотят, чтобы заблокированные активы ушли в зарубежную юрисдикцию. Вот таким вот образом. Конечно, представители ЦБ сказали, что, наверное, эти слова относились к обращению провайдера 6 сентября, в частности, чтобы регулятор разрешил фонду FXRL на российские акции совершать сделки с активами. Но, как мы видим, здесь четко говорится про выкуп заблокированных активов. Поэтому, судя по всему, фонды Финекс не смогут быть выкупленными по той схеме, которую Финекс предлагал. И для того, чтобы с фондами Финекс можно было что-то сделать, нужна разблокировка НРД. И не только она, но нужно, чтобы еще и здесь появился маркетмейкер. И чтобы здесь восстановилось все то, что было до 24 февраля. Соответственно, на сегодняшний момент остается в отношении фонда Финекс ждать исключительно разблокировки НРД. Это необходимо для их работы, для начала их работы. Следующее. Сейчас также стало известно, что биржи СПБ предлагают вариант, условно говоря, частичной разблокировки активов на 300 миллионов долларов. Они сообщили о том, это было еще на прошлой неделе, что появилась возможность обменять с одним из иностранных участников рынка Заблокированные бумаги в НРД на сумму где-то 300 миллионов долларов. Это где-то примерно 10% от заблокированных активов. И представитель СПБ сказал, что есть договоренно с одним из иностранных участников по обмену части активов из НРД во внешнем депозитарии. Ну, то есть про возможность разблокировать примерно 300 миллионов долларов. На что ЦБ, опять же, сказали, все, конечно, круто. Но мы такие сделки, дорогие друзья, можем одобрить только если инвесторы смогут получить пропорциональную компенсацию убытков. А не то, что у одних заблокированных клиентов поменяют активы, а у других ничего не поменяют. Поэтому, исходя из сегодняшних комментариев, которые я, собственно, вам зачитала, могу сказать следующее. Чтобы что-либо по-настоящему здесь разблокировалось, для того, чтобы ЦБ эту сделку разрешил до разблокировки НРД, эта сделка должна быть абсолютно о них прозрачна. И эта сделка должна предполагать, чтобы не было исключительности, что каких-то российских инвесторов выпустят, а каких-то не выпустят. Такие сделки, как предлагает СПБ биржа, ЦБ явно не пропустит. Поэтому для того, чтобы всех нормально по-человечески разблокировали, нужно ждать либо получения лицензии со стороны НРД, это будет проще всего, тогда всех сразу разблокируют. Ну и судя по датам, это будет до 7 января 2023 года. Либо, если НРД все-таки прокатится с этой лицензией, то тогда каждый брокер будет индивидуально подавать на свою личную лицензию, проводить рекогностировку клиентов о том, что они не находятся в санкционных списках, и каждый брокер будет сам своих клиентов выпускать. Мы узнаем о том, получили НРД что-либо, и станут ли российские брокеры сами подавать на индивидуальные лицензии, скорее всего, 1 ноября. И тогда будет уже понятно по срокам. В хорошем стечении обстоятельств в январе, ну да, мы сможем уже встретить с вами разблокированными, если все будет хорошо. До этого какие-то кривые схемы работать не будут. И еще раз говорю, если сейчас вам кто-то будет предлагать выкуп ваших замороженных активов с каким-то сумасшедшим дисконтом, то сейчас, когда разблокировка уже так близка, я думаю, что лучше подождать несколько недель до начала ноября и понять уже какие перспективы, нежели сейчас в режиме ошпаренной кошки что-то сливать с сумасшедшим дисконтом, потом хвататься за голову и говорить, блин, а что же я так продешевил-то. Ну что ж, друзья, на этом выпуск завершен. Ссылочка на мою личную консультацию в описании к этому ролику. Ссылочка на мою телегу в описании к этому ролику. Если вы хотите, чтобы я что-то еще дополнительно разобрала, напишите мне об этом. А еще, как только пройдет, закончится 20 съезд партии, я сейчас про китайскую, естественную, партию, мы это с вами обязательно разберем, потому что там есть о чем поговорить. Есть о чем.